МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. А пока о слухах. Пятая городская больница. Самый свежий из этих слухов о том, что два учреждения сливают в одно. Это собственно больница и спортивный диспансер. В итоге мы лишимся и того и другого. В этих слухах мы решили поговорить с Еленой Житковой, министром здравоохранения Тверской области. Вот фрагмент этого интервью. Елена Владимировна, давайте сразу с места в карьер. Потому что по городу поползли очень интересные слухи. Пища для журналистов. Пятая больница, в которой всегда обслуживались ветераны. Но самый такой горячий слух. Ее больше не будет в принципе. К сожалению, да. Сейчас имеет место быть такая информация, которая ничем совершенно не подкрепленная. Эта больница была, есть и будет безусловно. Более того, и визит губернатора в эту больницу, и встреча с коллективом больницы, и встреча с ветеранами, и рассмотрение этого вопроса на общественном совете Министерства здравоохранения, и встреча с общественностью в правительстве доказывает, что это неправильно. И больница это будет. Все виды помощи, которые в этом лечебном учреждении сейчас оказываются, они будут оказываться. Более того, структура этой больницы будет усилена. Будут сохранены все отделения, которые сейчас там есть, стационарные, отделения восстановительного лечения для детей и инвалидов. Будет укреплена поликлиника, то есть работа поликлинического звена. Туда привнесутся дополнительные виды амбулаторно-поликлинической помощи за счет усиления базы, за счет привлечения туда специалистов, узких специалистов дополнительно. Наоборот, мы планируем улучшить работу этого учреждения и улучшить качество оказания медицинской помощи нашим уважаемым ветеранам в этом учреждении. Теперь официальная хроника. Пресс-службы городской администрации и правительства Тверской области распространили сегодня сообщения о ходе выполнения ремонтных работ на воинских захоронениях, памятниках и на набережной Степана Разина. Общий итог – к праздникам должны успеть. Восстановительные работы ведутся на памятнике защитникам и освободителям Калинина на Комсомольской площади, где в начале марта этого года произошло обрушение гранитных плит. Недочеты, допущенные при проведении ремонтных работ, исправляются на Братском воинском захоронении в поселке Мигалово. На отдельных фрагментах мемориала, которые были покрашены в прошлом году, краска потрескалась и осыпалась. В Московском районе Твери ведутся работы по косметическому ремонту Смоленского воинского захоронения, на Братских могилах в Бабачевском бару, в районе керамического завода и в поселке Элеватор. В Заволжском районе закончен косметический ремонт Братских захоронений в поселке Сахарово и в Черкасах, Волынского воинского захоронения, Стелла в районе Горбатого моста, танков на Санкт-Петербургском шоссе и пушки на Бежицком шоссе, установленных на рубежах обороны Калинина. В Ржеве все внимание главной городской достопримечательности – обелиску Победы. Средства на проведение ремонтных работ были выделены из бюджета области. В данный момент производятся ремонтные работы на памятнике обелиска. В первую очередь ставится шпиль на место, обмазываются швы для герметизации, для того, чтобы вода не попадала внутрь памятника. И также делается страховочный бандаж капроновой лентой, для того, чтобы плитки, которые получили смещение зимой, были закреплены и не имели возможности выпасть. Также будут замазываться нижние швы, приводиться в порядок, будет производиться покраска, побелка бордюрного камня, ну и приведение обелиска в порядок. В Твери тем временем ко дню города планируется завершить реконструкцию набережной Степана Разина. Она ведется на участке от кинотеатра «Звезда» до студенческого переулка. Работы финансируются областным бюджетом. Общий объем выделенных средств – около 55 миллионов рублей. Заменены основания нижней и верхней террасы, а также белый камень. Обе террасы вымощены брусчаткой. Произведен монтаж наружного освещения и очистка гранитного парапета. Проложена ливневая канализация. Чтобы укрепить откосы, склоны набережной застелили геотекстильной сеткой. После майских праздников здесь будет посажена газонная трава. На участке от кинотеатра «Звезда» до Волжского моста установлено ограждение. Это ограждение представляет собой то, что было на набережной ранее. Оно отреставрировано. Далее от Волжского моста до студенческого переулка будут установлены новые образцы ограждения, которые сейчас как раз и проходят согласование с Главным управлением по охране историко-культурного наследия Тверской области. Ну и теперь обещанный репортаж Елены Глушковой. Напомню, в течение трех часов она гонялась за губернатором по городу, который периодически останавливался и наслаждался состоянием городских автомобильных дорог. Первое, что заявила Елена Глушкова после этих съемок в редакции, звучало примерно так. В России две беды – дороги и те, кто их ремонтирует. Конец цитаты. Начало дорожно-строительного сезона с нетерпением ждала добрая половина города. Ведь в этом году о Тверских дорогах, а точнее их полном отсутствии, говорили только нецензурно или анекдотами. Вот и губернатор Андрей Шевелев выехал с инспекционной поездкой, дабы лично убедиться, что ВОЗ и ныне там. В процессе поездки выяснилось, что препятствий для хотя бы пресловутого ямочного ремонта хоть отбавляй. Асфальта нет, рабочих нет. Рабочей силы не хватает, я буду помогать. Второе. Значит, вот здесь Валерий Владимирович есть, Кучерява. ГИБДД готово помогать днем продолжать работу. Делайте. Ямочный ремонт. Заводы не запустились. Говорите. Если в этом глава региона обещал оказать содействие, то нерешенных проблем от этого меньше не становится. Выложенная бетонными плитами дорога в новом микрорайоне Радужный, которая до сих пор нигде не числится, вызвала немало жарких споров. Стройки не идут. Ни дорогу не сдают. Пускай, когда продадут квартиры, тогда будут дать число. Пускай не говорят, где наша позиция. Где наша позиция по этой дороге. Кого заставлять, кого выходить. Конкретное число. Составлять график. С трех сторон подписали. Да, и четко отслеживаем по графику. Но пока, как выяснилось, заставлять некого. Администрация района за инвестиционные программы не отвечает. Тем не менее, дорога эта была начата. Практически на 50% сделана. Но вы сегодня ездили и видели. Я думаю, что дальнейшее строительство будет закончено в этом году. Она на сегодня не находится ни обслуживания у города, ни района. То есть там строительство еще не закончено. Еще одним приоритетным городским объектом уже долгие годы остается Восточный мост. Реконструкция которого должна начаться в этом году. 26 мая конкурс. 10 дней на подписание с подрядчиком. То есть в первой декаде июня подрядчик должен быть уже на объекте. Значит, когда мы говорим о Восточном мосту, я хочу, чтобы у нас было единое понимание. Два года мы отводим, да? Два года. Два года. Два года. Без перекрытия движения. Есть время спроектировать вот так всю магистраль. Так? Да, как бы ты знаешь. Правильно, Андрей Вячеславович? Так? Вот сейчас. И деньги на это мы даем. Если будет заемка. Пожалуйста. Вот деньги. И вот когда мы открываем здесь мост, вся магистраль, вот те пути, которые остались, которым уже давно не были трамвай, мы открываем и сдаем мост со всей магистралью. Я так понимаю? Кроме этого, предполагается спросить и за ремонт городской сети в целом. Причины такого плачевного, как никогда, состояния тверских дорог, чиновники объясняют так. Дорогами целенаправленные комплексы практически не занимались. Занимались, скажем так, практически сюда ямочным ремонтом. И ремонтом, когда сваливали из рук много денег, быстро делали текущий ремонт без проекта, без всего. Как правило, не комплексно, как правило, занимались в проезжей части без смены поребрика, без работы над тротуарами. И в тех местах, где вот на настоящий момент, казалось, в общем-то, надо делать. Губернатор совершенно справедливо требует клановую работу. На сегодняшний день у нас практически нет готовых проектов, всего два проекта. Я имею в виду проекта смертной документации на две дороги. Вот за это лето предстоит сделать очень много проектов смертной документации. И в этом году у нас фактически вся работа, опять же, сведется к ямочному ремонту, как называемому этому, да, и продолжит текущий ремонт, который, как уже здесь сказал Виталий Николаевич, начнется с июня месяца. Не секрет, что проектно-исследовательские работы для каждого дорожного объекта – процесс длительный, 6-8 месяцев. Так что результатов по полноценному дорожному ремонту раньше, чем через год, ждать не стоит. К сожалению, мы здесь только на ходу выясняем, кто же все-таки отвечает. Кто строил, почему не достроили, почему город не освоил за прошлый год свыше 100 миллионов на дороге. Просто деньги ушли. Ну, скажем так, кадровые перестановки они послужили, да, там, может, кому-то послужат примером. В конце сезона, да, здесь мы уже будем разговаривать персонально с каждым. В течение 2012 года на ремонт городских дорог планируется потратить 515 миллионов рублей. Сумма внушительная, но планы могут так и остаться планами. Народная мудрость готовится не с лета. В применении к тверским дорогам потерпела фиаско. Пока суд до дела, кадровые перестановки и персональная ответственность, дороги тут то ремонтировать будет. На этот вопрос, видимо, ответ поступит в конце года. Ну и в продолжении темы. Маслица в огонь бушующих дорожных страстей подлил и Дмитрий Зеленин. В мудном твиттере, который благодаря Тине Канделаки превратился в оружие массового поражения, он опубликовал фотографию Тверской колдобины, перескакивая через которую оставил два колеса. Не исключено, что колдобина теперь станет именной и ее не будут ремонтировать. К другим событиям. Александр Шумский, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, сегодня прокомментировал недавнюю аварию на магистральном водопроводе. Уже вторую за эту неделю. Его комментарии мы приводим полностью. 2 мая в 22.00 прошел порыв центрального водопровода Тверецкого водозабора. У нас фактически сразу был организован штаб с целью ликвидации данной аварии. Были приручены силы водоканала под руководством генерального директора. Были оповещены все службы с целью доставки воды, в первую очередь в социальную сферу. Следующий у нас в 24.00 уже было обнаружено место порыва. Данную ситуацию взял под контроль лично глава администрации города, с выездом на месте и департамента ЖКХ. На месте порыва было оповещено и наше ГОЧС в области. Прибыл на место и руководитель данной службы, первый заместитель губернатора Дудукий Сергей Анатольевич, также был отцом на месте. Фактически в 24.00 было обнаружено само место порыва. В 3.00 уже 3.00 мая в ночь уже была проведена локализация данного участка. Ну и практически в 4.00, уже минуя данный порыв, была подана вода в сеть, минуя локализованный участок. Тем временем в Управлении внутренних дел полицейские отчитывались перед журналистами о работе по профилактике преступлений среди лиц, которые освободились из мест лишения свободы. Иными словами, рассказывали о своей работе с рецидивистами. Елена Трофимова с подробностями этого мероприятия. Уже 10 месяцев в России действует федеральный закон об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. За взрослыми гражданами контроль осуществляют участковые, за подростками – инспектора ПДН. Закон был принят для предупреждения рецидивов преступлений. Ни для кого не секрет, что их процент довольно велик. Однако некоторые правозащитники считают, что он сильно ограничивает конституционные права граждан. Это нормально, и делается это не для того, чтобы лишить его каких-то законных прав, предоставленных ему конституцией, а для того, чтобы оградить его самого, что называется, от его самого желаний и поступков, оградить общество и окружающих от его противоправного поведения, ну и оказать на него профилактическое воздействие. В нашем регионе сегодня под такой надзор попали 149 лиц. В судах находятся еще 100 исковых заявлений. Есть ряд требований, которые обязаны соблюдать люди, попавшие под надзор. Всем лицам вменяются регулярно являться на отметку в органы. 20% установлен запрет на пребывание вне дома в ночное время. 10% запрещено выезжать за пределы своего района. 5% – это те, кому нельзя находиться в местах продажи в розлив алкогольной продукции. Это все про совершеннолетних граждан. А вот что касается судимых подростков, то их в области 124. Тут спектр требований и ограничений также широк. Но главным в работе с детьми инспекторы ПДН видят организацию досуга. Наши усилия в основном направлены не на устрашение, не на наказание подростков, а на отвлечение его от улицы, вовлечение его в эти организованные формы досуга. Поверьте, мы используем все возможные доступные нам способы. Буквально недавно провели с уголовной исполнительной инспекцией такой метод работы. Вручили несовершеннолетним судимым фотоаппараты и вывезли их в Старицкий район. Вот то, как они сфотографировали, им пояснили, что все, что вы сфотографируете, из этого мы сделаем выставку. И для них было откровение, что их работа интересная, их кто-то смотрит, и вообще, что у них вообще что-то получается. Вот сейчас у нас договоренность есть с главным управлением ЧС России Петверской области. ЧС России Петверской области берут наших подростков в самое ближайшее время для занятий пожарно-прикладным спортом. То есть вот эти 124 подростка, я считаю, должны заняты быть не только учебой, но и свободной от работы время. Кроме того, к профилактической работе с судимыми подростками подразделениями по делам несовершеннолетних было привлечено 9 общественных организаций. Рост рецидивной преступности среди подростков на территории региона не зарегистрировано ни в 2011 году, ни в 2012. Дверь Универсал Банк. Устойчивое. Динамичном. И еще о силовиках. Сегодня 14 новых сотрудников пенитенциарной системы принимали присягу на верность Родине. Все было красиво и торжественно у обелиска Победы. Смотрите без комментариев. Ура! Уважайте соблюдать права и свободы человека и гражданина. Добросовестно выполнять приказы начальников возложены на меня служебные обязанности. Настрой. Ура! Теперь о тех, кого в последнее время политкорректно принято называть людьми с ограниченными возможностями здоровья. 20 лет назад одновременно в 17 европейских странах были проведены акции, направленные против дискриминации инвалидов. Так за что же они борются? Подробности у Евгении Щетининой. Чтобы перечислить проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться инвалиды, у них хватит и пальцев на руке. Это и бытовые трудности, как добраться до поликлиники, самостоятельно приготовить обед, пообщаться с друзьями и не менее серьезные вопросы образования и приема на работу. Елене Виноградовой пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за своим сыном. У Димы проблемы с ногами, каждый шаг ему стоит огромных усилий. Елена, как никто другой, может рассказать о всех невзгодах жизни инвалида. Инвалиды не могут попасть в большинство аптек, инвалиды не могут попасть очень во многие больницы, потому что элементарно нет пандусов. Я не говорю о магазинах. Я бы рекомендовала каждому, кто разрабатывает программу, кто разрабатывает мероприятие по реализации, сядьте на один день в инвалидную коляску, попробуйте себя в этой роли. Посмотрите, насколько вы сразу стали, как сказать, беспомощнее, короче, насколько недоступнее становится для вас обычный, обыденный, привычный мир. Вот над этим, мне кажется, нужно работать. Недопонимание. Вот с чем приходится бороться в первую очередь, считает член клуба «Колясочников» «Кристалл» Алексей Ли. Наверное, пока еще наше общество до конца не готово принять людей с ограниченными возможностями. И происходит немножко недопонимание. Но в последнее время, в принципе, идет такая тенденция, что видно, что люди более-менее начинают уже как бы с пониманием к этому относиться. Или больше становится людей на колясках, на улице. Вот. Ну и происходит такая интеграция. Постепенно, постепенно. Своей активностью инвалиды вполне способны обернуть ситуацию в свою пользу. Федеральные программы «Доступная среда» и «Тверь. Город равных возможностей» помогли многим выбраться из своих убежищ и увидеть мир. К сожалению, у нас пока еще доступная среда по самому городу для инвалидов-колясочников очень сложная. Пандусы сделаны, но в библиотеку Горького, в цирк. А вот по самой улице проехать очень сложно. Небольшой бордюр уже препятствует для инвалида-колясочника. Сейчас будет много сделано для того, чтобы инвалид мог проехать по улицам нашего города прекрасного, посмотреть, посетить памятники, памятники архитектуры и другие заведения. Анатолий Шкутков отметил, что предстоит еще много работы до того момента, когда Тверь станет по-настоящему городом равных возможностей. Отрадно, что ограниченные возможности здоровья не препятствуют безграничному стремлению радоваться жизни. В библиотеке имени Салтыкова-Щедрина устроили праздник по случаю Международного дня защиты прав инвалидов, символом которого стал факел надежды. Инвалиды-колясочники Твери торжественно передали его в Зубцов, где 5 мая они продолжат праздничные мероприятия и очередной раз вспомнят о равных правах и равных возможностях. Ну и на сладкое. В музее имени Лизы Чайкиной открылась выставка сразу троих художников. На вопрос о том, кто выставил свои полотна, ответит Анна Шевчук. Тверским зрителям повезло втройне. Каждый из них получил возможность увидеть полотна сразу трех художников. Владимира Варламова, Виктора Усачева и Анатолия Николаева. Великолепная выставка. Мы много наслышаны об этом художнике Усачеве. И вот сейчас с удовольствием рассматриваем его произведение. Вот отчего в Варламов, Николаев, все участники великолепны. Потому что вот эта картина близко к импрессионистам. Вот посмотрите. Все авторы выставки, живописи и графики – тверские художники. Вместе они учились в изостудии Дворца культуры «Химволокно». Профессионального художественного образования они так и не получили. Это уже итог 50-летней работы. Мы уже не молодые. И вот это, что мы сделали за 50 лет. Учились у Запрудного, знаете, «Химволокно» была студия. Вот там 7 лет. Всего в экспозиции представлено около 100 работ. Преимущественно это пейзажи Верхневорской столицы и любимые уголки всей Тверской области. Мы знакомы уже более 40 лет и все время думали сделать эту выставку. Это хост наши, ну, вот эти места, Лукино, Чуприяновка, город наш. Вот и все. И область. У меня там и старец, и Творжок есть. Выставка живописи и графики проходит в Тверском областном доме народного творчества до 30 мая. На этом все. Впрочем, возвращаясь к началу программы, полностью интервью с министром здравоохранения Тверской области Еленой Житковой мы покажем сразу после праздников. Удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. Дверь Универсал Банк.